Открывая семинар совещания, председатель комиссии Мособлдума по взаимодействию с органами местного самоуправления Сергей Юдаков обозначил цель встречи. Не только отчет о работе областных парламентариев, но и появление законодательных инициатив. В этот раз на повестке вопросы формирования бюджета Московской области и муниципалитетов, нюансы законодательной деятельности областных и местных депутатов, вопросы правового регулирования в сфере ЖКХ, строительства, архитектуры и энергетики. Председатель комитета по местному самоуправлению Александр Наумов доложил собравшимся о происходящих в Московской области при образованиях, законодательных основах работы депутатов, а также о снижении числа муниципальных служащих. Об успешном взаимодействии контрольно-счетных органов Подмосковья с местными администрациями, в том числе и Одинцовской, доложил Ирик Вильданов, заместитель председателя контрольно-счетной палаты. Московская область одна из первых создала совет контрольно-счетных органов муниципальных образований. Безусловным лидером не только на сегодняшнем нашем мероприятии, но и в целом по Московской области является контрольно-счетный орган Одинцовского муниципального района. Это юридическое лицо и штатная численность, 15 человек этого органа. Какая законотворческая деятельность ведется в сфере имущественных отношений, сообщил Александр Волнушкин, заместитель председателя комитета по имущественным отношениям и землепользованию. Парламентарий обратил особое внимание на реализацию федеральной программы по предоставлению земель многодетным семьям. Мониторинг правоприменения закона о бесплатном предоставлении земельных участков многодетным семьям в Московской области затронул практически все муниципальные образования. В результате мониторинга выяснилось, что основными проблемами, препятствующими исполнению закона, являются первое – отсутствие свободных земель, пригодных для предоставления многодетным семьям, и второе – отсутствие финансирования работ по формированию земельных участков и обеспечению объектами инфраструктуры. О законотворческой работе, которую ведут народные избранники, рассказал Олег Рожнов. Депутатами были разработаны 14 новых законов, 4 из которых готовил комитет по вопросам образования, культуры и туризма. Из последних инициатив – повышение зарплат сотрудникам дошкольных образовательных учреждений, ежеквартальный перерасчет стоимости квадратного метра жилья, выделяемого детям-сиротам. В сфере образования мы приняли целый ряд законов, которые касались детей-сирот, и в частности закон о предоставлении путевок в организацию отдыха в первоочередном порядке детям-сиротам. А также установили право детей-сирот, получивших уже образование по адаптированным основным общеобразовательным программам, на повторное прохождение обучения по программам профподготовки, по профессиям рабочих и должностям служащих по очной форме обучения. В завершении семинара его участники, а это преимущественно главы и депутаты местных советов, задали вопросы, с которыми сталкиваются в своей ежедневной работе.